Человек пишет в вопросе, такое огромное количество карт Тартарии, которая по России бегает, оно что, разве не является для вас доказательством, что была таки Великая Тартария? Нет, конечно, не является доказательством. Во-первых, давайте начнем с того, что подобного рода карты еще в 19 веке, значит, под старину эти карты, они шлепались в Германии, там было полно мастерских, и их эти карты втюхивали любителям истории, которые, значит, мечтали приобрести какой-нибудь там артефакт древний. Раз. Второе. То, что до покорения Ермака Западной Сибири на территории Сибири существовало Сибирское ханство, так это было хорошо известно. В чем проблема-то? Сибирское ханство – это один из уделов бывшего Улу-Улуса, то есть империи Джучи, старшего сына Чангисхана и его старшего внука Батыя, который потом и стал тем самым государством, которое в учебниках не совсем верно называют Золотой Ордой. Потому что впервые сам термин «Золотая Орда» он появился только в знаменитом казанском летописце середины XVI века, когда Золотой Орды как единого государства давным-давно не существовало, понимаете? И когда вот этот вот Улу-Улус Джучи или Улу-Улу распался, то он как раз распался на нескольких ханств, в том числе Крымское ханство, Ногайскую Орду, Казанское ханство, так называемое Астраханское ханство или Большую Орду, и Сибирское ханство – это первое. Второе. Надо же прекрасно понимать, что в Средневековье, значит, у разных народов разные территории назывались по-разному. Мы же не называли шведов шведами, как сейчас. Мы их называли свеями, а, например, современных голландцев, там, пруссаков, датчан и так далее мы называли немцами. Даже шотландцев мы называли немцами, только мы делали особое уточнение. Знаете, как шотландцев в источниках Средневекового на Руси называли? Нет? Скотские немцы. Скотские немцы, понимаете? Итальянцев мы называли фрягами и так далее, и так далее. То же самое касается и европейских названий непонятных и неизведанных им территорий. Хорошо известно, что, значит, та же Золотая Орда в самих источниках Монгол, ну, я имею в виду аутентичных источниках, называлось Улу-Улус. Например, в арабских и персидских источниках эта территория называлась по старинке Дэшт-И-Кыпчак, то есть Половецкая степь. В наших источниках она называлась просто Орда. А в европейских источниках эта территория называлась Тартария, Татария или Кумания. Вот и весь ответ, понимаете? А карты эти были сотворены именно в Западной Европе. Поэтому и название этой территории Тартария. В чем проблема-то, я не пойму. И если это нормальный историк объективный объяснит, вот так вот, как я вам сейчас объяснил, да, то все проблемы-то будут сняты. Но у нас продолжает вот через соцсети вот этот бредятину там. Там та же ситуация, например, с Алексеем Николаевичем Косыгином, который, дескать, был сыном императора Николая II, ну и так далее, и так далее. Вот таких вот баек, которые, ну, они, увы, обладевают массами интеллектуалов, понимаете? Которые верят во все это. Продолжение следует...